Организаторы выставки, эколог и биологическая станция «Маленький принц» оказались в трудном положении, выбирая работы. Участников около 200, а работ более 400. Все путешественники, любители природы и фотографии. С папой, когда ездили на море, видели рыб много и дельфинов. И хотелось это все запомнить, чтобы в жизни осталось. В этом году фотографирую улитку, и мне очень понравилось весной, когда у нас сковорцы заселялись. В следующем году я хочу сфотографировать что-то зимнее, мне очень нравятся зимние пейзажи. Насекомые, они очень красивые, а животные, они бывают в разных позах, взгляды у них бывают разные. Ну я фотографирую животных, цветы. На природе мы ездим. На Утряше была. Я люблю море фотографировать, как дельфины плавают. Настя Маслова учится в четвертой школе, впервые принимает участие в фотоконкурсе, но уже написала детскую научно-исследовательскую работу по сохранению богатств Утряша. Когда мы фотографируем, мы приносим пользу, чтобы человек, увидев, защищал природу, не уничтожал ее, не сохранял ее. Воспитанники станции «Маленький принц» в этом году стали победителями четырех международных и шести всероссийских конкурсов. Они занимаются в кружках круглогодично. Летом выезжают с экологическими акциями в Утрижский заповедник, на пески станицы Благовещенской и Витязева. Экологи-биологическая станция «Маленький принц» уже четвертый год проводит этот конкурс, конкурс фотографий, называется он «Экообъектив». Вообще у нас занимаются 777 детей в кружках. Эти кружки находятся в девяти школах города и района. Ну и дети принимают участие во всех конкурсах. У нас 29 конкурсов в течение года проходят экологических, направленных на экологическое воспитание. На этой выставке представлена лишь малая часть работ призеров, но и по ним уже можно судить о том, что дети талантливы, из них вырастут настоящие защитники природы. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа. Регион.